Добрый день, уважаемые коллеги! Как вы все знаете, сердечно-сосудистые заболевания являются лидирующей причиной смертности во всем мире. Одной из основных причин вторичной артериальной гипертензии являются эндокринные расстройства. И среди них причина номер один – это гиперальдестеронизм. У нас сегодня есть, я не побоюсь этого слова, уникальная возможность прослушать лекцию и задать вопросы доктору медицинских наук, профессору клиники Мэйо, доктору Вильяму Янгу. Отделение эндокринологии клиники Мэйо уже неоднократно, и в частности в 2019 году, завоевало знания лучшей клиники эндокринологии в Соединенных Штатах Америки. Добрый день, доктор Янг. Это огромная честь для нас иметь возможность послушать вашу лекцию и задать вопросы, которые я собрала у своих коллег. Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются лидирующей причиной развития осложнений и смертности по всему миру. Среди эндокринных причин вторичной артериальной гипертензии лидерство принадлежит гиперальдостеронизму. Именно поэтому эта тема так волнует нас, докторов. Разрешите мне передать вам слово, доктор Янг. Спасибо, Дарья. Это удовольствие и честь для меня быть приглашенным принять участие в этом вебинаре. Сейчас необычное время, и я думаю, онлайн-обучающие мероприятия будут проводиться все больше и больше в этом году. Первичный гиперальдостеронизм – это одна из моих любимых тем. Относительно этой презентации я являюсь консультантом в двух компаниях. Нихан Меди Фисикс – это компания занимается разработкой неинвазивного способа локализации источника гиперпродукции альдостерона, пока не опробованного на людях. И компания Байер Эйджи – я консультирую по поводу создания препарата антагониста прогестероновых рецепторов. В настоящей презентации мы не будем обсуждать лечение препаратами вне зарегистрированных показаний. Первичный гиперальдостеронизм – это состояние гиперпродукции альдостерона над почечниками, независимо от ренина. Клиническая картина характеризуется наличием артериальной гипертензии, высоким уровнем альдостерона и низким уровнем активности рениноплазмы. Ренин также может измеряться, как прямой ренин. Две наиболее частые причины гиперальдостеронизма. Односторонняя альдостерон, продуцирующая аденома, описанная в 1955 году Джеромом Конном. И двусторонняя идиопатическая гиперплазия над почечников. Почему тема нашего вебинара сегодня гиперальдостеронизм? Почему первичный гиперальдостеронизм важен для врача? Как Дарья отметила, гиперальдостеронизм – это самая частая причина вторичной артериальной гипертензии, наблюдающаяся у 5% пациентов с гипертензией. Установление диагноза ПГА дает врачу уникальную возможность либо извлечь артериальную гипертензию, либо использовать таргетную терапию, тем самым препятствуя развитию осложнений гиперальдостеронизма, почечной недостаточности и заболевания сердца. Понимая вышесказанное, давайте зададим вопрос, кому необходимо исключить ПГА? Это фото из моей статьи, посвященной первичному гиперальдостеронизму, которую написал в прошлом году. Испытываешь разочарование, видя на протяжении более 30 лет пациентов, кому ПГА не был исключен при выявлении артериальной гипертензии, а лишь при развитии таких необратимых изменений, как хроническая болезнь почек 4-5 стадии. Клинические рекомендации не оказали значимого влияния на частоту диагностики ПГА. Возможно, причина состояла в сложностях соблюдения правил отмены антигипертензивных препаратов, а также выделении определенных групп пациентов, кому показана диагностика. Алгоритм необходимо максимально упростить. Всем пациентам с гипертензией необходимо исключать гиперальдостеронизм как минимум однократно, и это легко понять. Забор крови проводится утром, амбулаторно. Пациент должен быть в сидячем положении. Проводится забор крови на альдостерон и ренин. Ренин может измеряться как активность ренина плазмы, либо прямой ренин. При этом избыток альдостерона не обязательно означает, что он будет выше референса. В качестве уровня кат-офф мы используем величину альдостерона более 10 нанограмм на децилитр в сочетании с низким ренином. Активность ренина менее единицы. Это положительный тест. Он не доказывает, что у пациента есть первичный гиперальдостеронизм, но он отражает большую вероятность данного состояния. Следующий шаг — это подтверждающая диагностика. За исключением случаев, когда у пациента есть спонтанная гипокалиемия, нам необходимо провести дополнительный подтверждающий этап. В клинике Мэйо мы обычно используем для этого анализ суточной мочи на альдостерон и натрий на фоне свободно-солевой диеты. Очень важно понимать, что только у 30% пациентов с ПГА развивается гипокалиемия. У большинства наблюдается норма калиемия. У ПГА отсутствует клинический фенотип. Вы не можете войти в палату и сказать, «О, у этого пациента гиперальдостеронизм». Они выглядят так же, как и любой другой пациент с артериальной гипертензией. По этой причине все пациенты с гипертонией должны быть проверены на ПГА как минимум однократно. При этом они могут быть на диете с любым содержанием натрия и на любых антигипертензивных препаратах, включая спиронолактон и эплеренон. Мы хотим уменьшить количество барьеров врачам для проведения диагностики ПГА. Я упомянул о том, что ряду пациентов со спонтанной гипокалиемией не требуется проведение подтверждающего теста. Это возможно при уровне альдостерона более 20 нанограмм на децилитр, менее 1 нанограмма миллилитров в час. Именно такие случаи не требуют проведения дифференциальной диагностики. Всем остальным пациентам показано проведение подтверждающей пробы. Это можно сделать путем инфузии 2 литров физраствора на 4 часа теста с каптоприлом, супрессивного теста с флудрокортизоном либо используемого нами в клинике Майо теста с натриевой нагрузкой. Таким образом, пациенту с неопределяемым уровнем ренина мы рекомендуем свободную солевую диету, что подтверждаем измерением натрия в суточной моче, который должен быть более 200 микромоль. В этих условиях объем циркулирующей крови увеличен. Нет стимула к выработке ренина, нет стимула к выработке альдостерона. Соответственно, уровень альдостерона должен быть низким ниже 12 микрограмм, если уровень натрия более 200. Если альдостерон более 12, у пациента с низким ренином, это доказывает первичный гиперальдостеронизм. Следующий шаг — это определение формы заболевания. Какой тип гиперальдостеронизма имеет место быть у данного пациента? Если это альдостерон, продуцирующий аденома в одном надпочечнике, односторонняя адреналоктомия приводит к нормализации калия у всех пациентов. Течение артериальной гипертензии улучшается почти у всех пациентов. Излечение наступает у 40%. В случае, если у пациента идиопатическая двусторонняя гиперпродукция альдостерона, односторонняя адреналоктомия не решит проблемы. И мы считаем, что проведение двусторонней адреналоктомии не является методом выбора в данной ситуации, так как это приведет к необходимости приема гидрокортизона и флудрокортизона. Вместо этого пациенты с двусторонней гиперпродукцией альдостерона должны получать консервативное лечение антагонистами минералокортикоидных рецепторов. Если пациент настроен на оперативное лечение, нам нужен эффективный метод дифференциальной диагностики, чтобы выяснить, является ли причиной ПГА заболевание одного надпочечника или обеих, и в каком именно надпочечнике проблема в случае одностороннего поражения. Мы начинаем с проведения компьютерной томографии надпочечников. Если мы находим одностороннюю низкоплосную макроаденому больше сантиметра, но не очень большую, альдостерон, продуцирующий опухоли, обычно небольшие. Редко они будут более 2 сантиметров в диаметре. В этом случае, если противоположный надпочечник не изменен во всех срезах, и пациент молодой, моложе 35 лет и имеет тяжелый гиперальдостеронизм, определяемый как концентрация альдостерона плазмы более 30 нанограмм на децилитр в сочетании со спонтанной гипокалиемией. В этой очень редкой ситуации пациенты могут быть сразу направлены на проведение оперативного лечения без селективного венозного забора крови. Однако, более 95% пациентов с ПГА старше 35 лет и не имеют вышеописанной КТ-картины. В этом случае, если пациент настроен на оперативное лечение, показано дообследование. Причиной этому низкая информативность КТ, которая составляет около 57% при установлении одной или двусторонней причины гиперпродукции альдостерона. Давайте разберем типичный случай, с которым я столкнулся несколько лет назад в МАИО. 67-летний мужчина с анамнезом гипертонии в течение 20 лет. Его артериальное давление было 130 на 80 на четырех антигипертензивных препаратах, включая бета-блокатор, блокатор рецепторов ангиотензина, блокатор кальциевых каналов и гидрохлортиазид. Он также принимает 6 грамм калия в сутки. При осмотре каких-то особенностей не выявлялось. Как и у большинства пациентов с ПГА. Артериальное давление составляло 140 на 80, пульс 64. Пациент был с ожирением. Индекс массы тела 35 кг на квадратный метр. При лабораторном исследовании определялась гипокалиемия 3,4 микромоль на литр. Несмотря на прием 6 грамм калия в сутки, функция почек была в норме. Справа вверху вы видите таблицу из электронной истории болезни пациента в клинике Майор. Вы можете видеть, что уровень альдостерона плазмы составлял 21 нанограмм на децилитр. Ренин был подавлен. Таким образом, это положительный тест. Лично я не вычисляю альдостерон-рениновое соотношение, потому что его значение кардинально зависит от величины делителия. Например, если альдостерон плазмы 3 нанограмм на децилитр и активность ренина 0,1, вы делите 3 на 0,1, и соотношение равняется 30. Кто-то скажет, что это высокая цифра, но определенно у этого пациента нет первичного гиперальдостеронизма. Если концентрация альдостерона плазмы 10 или выше, можно использовать уровень 8 или 12. Выберите отрезную точку. И если активность ренина низкая, менее 1 или прямой ренин ниже референса, то это положительный первичный тест. Итак, этот пациент на бета-блокаторах. Можем мы исключать ПГА на бета-блокаторах? Конечно. Я принял бета-блокатор сегодня утром. Это приведет к снижению ренина. Но это также приведет к снижению моего уровня альдостерона. У пациента низкий уровень альдостерона? Нет. Значит, нет смысла отменять бета-блокатор. Что по поводу БРА? Как они влияют? Блокаторы рецепторов ангиотензина, если я их приму утром, мой уровень ренина повысится, а мой уровень альдостерона снизится. У пациента высокий уровень ренина? Нет. Его ренин задавлен. Его альдостерон низкий? Нет. Что по поводу гипотиазида? Если пациент без гиперальдостеронизма принимает гидрокортизон, ренин повысится, и альдостерон повысится. Повышен ли ренин у нашего пациента? Нет. Его ренин задавлен. Это то, о чем я говорил раньше. Нет необходимости отменять антигипертензивные препараты. У большинства пациентов с ПГА без разницы, какой препарат мы даем. Крайне трудно изменить уровень ренина. Поэтому я никогда не отменяю антигипертензивные препараты перед проведением первичной диагностики. Включая спиринолактон и эплеринон. Потому что большинство пациентов на терапии с спиринолактоном и эплериноном получают недостаточные дозы препарата. И минералокортикоидные рецепторы не полностью заблокированы. Никакой из препаратов не вызывает ложноположительного результата, если использовать уровень КОТОВ для альдостероноплазмы. Да, вы можете получить ложно-отрицательный результат. Например, если активность ренина 3 нанограмм миллилитр в час у пациента, принимающего лизанаприл 20 миллиграмм в сутки, тогда я отменяю лизанаприл, жду 2 недели и перепроверяю. Мы можем получить ложно-отрицательный результат. Но подчеркну еще раз, если у пациента на самом деле ПГА, очень сложно сдвинуть ренин. У пациента, про которого я рассказываю, не было необходимости исследовать уровень натрия в суточной моче. Это было понятно, что он на высокосолевой диете, каждый день его жизни. Это привычно, особенно у лиц, с индексом массы тела более 30. Я назначил анализ суточной мочи на альдостерон и натрий. Вы можете видеть, что натрий суточной мочи более 200 микромоль. В этом случае в норме альдостерон должен быть менее 12 микрограмм, у этого пациента 27 микрограмм. Однозначно, у него есть первичный гиперальдостеронизм. Следующий этап. Определить, имеет ли он одностороннюю аденому или двустороннюю гиперплазию. Редко у этих пациентов бывает адренокартикальный рак. Что важно сделать, это КТ. И я сейчас посмотрю 30 срезов. Мы назначаем КТ надпочечников. Чем больше срезов, тем лучше, чтобы рассмотреть надпочечники. На этом снимке мы смотрим на самую верхушку правого надпочечника. Кажется, она не изменена. И по мере того, как мы спускаемся, сейчас мы можем достаточно отчетливо видеть правый надпочечник. Продолжаем спускаться вниз. Сейчас видим, как надпочечник делится на медиальную и латеральную ножку. На этом снимке вы можете видеть небольшое утолщение в теле правого надпочечника. Вот медиальная ножка, вот латеральная. Сейчас мы можем хорошо видеть левый надпочечник вот здесь. Утолщение сохраняется в теле правого надпочечника. Сейчас вы видите небольшое выпячивание в теле правого надпочечника. Левый надпочечник выглядит неизменным. Продолжаем спускаться вниз. На этом снимке левый надпочечник выглядит неизмененным. Вот правый надпочечник. Вот видите небольшое выпячивание в области левого надпочечника. Вот оно. И здесь в правом. По мере того, как мы спускаемся, правый надпочечник становится горизонтальным. Вот нижняя полая вена, и он прям под нижней полой веной. И правый надпочечник постепенно исчезает. В левом надпочечнике видно второе внутреннее утолщение, и, возможно, небольшое утолщение в основании правого. Продвигаемся до конца вниз. Правый надпочечник уже виден. Виден край левого надпочечника, и он тоже исчезает. Наши врачи-радиологи описали эти снимки, и описали только узелок в левом надпочечнике. Мы его видели, и утолщение в его основании. Мы также видели небольшое утолщение в правом надпочечнике. Таким образом, вопрос, имеет ли этот пациент источник гиперпродукции в правом или левом надпочечнике? Он хотел бы получить хирургическое лечение, чтобы улучшить артериальное давление и избавиться от гипокалиемии. Он понимает, что длительный анамнез гипертонии свидетельствует против полного излечения от повышенного артериального давления при помощи операции. Но он хотел бы, чтобы давление стало лучше на меньшем количестве препаратов. Мы не можем полагаться на данные КТ. Какой надпочечник неправильно работает? Или оба? Поэтому мы провели селективный забор крови из надпочечниковых вен на второй день, как я его увидел. Это фото из электронной истории болезни клиники Майо. Я показываю вам это фото с целью, чтобы показать, как вы проводите селективный забор. У вас должен быть четкий план, как отображать данные. Так, чтобы кто не смотрел историю болезни пациента, понял, какой анализ соответствует правой надпочечниковой вене, левой надпочечниковой вене и нижней полой вене. Давайте проследим один за другим эти значения. Первое, что мы смотрим, это значение кортизола. Нам необходимо увидеть значение кортизола в каждой надпочечниковой вене как минимум 5 раз выше, чем в нижней полой вене. Это доказывает то, что радиолог на самом деле был в надпочечниковой вене. И обычно это значение не в 5, а в 10, 20, 30 раз выше, так же, как в этом примере. Обычно кортизол в левой надпочечниковой вене ниже, чем в правой, из-за разведения с левой стороны. Мы устанавливаем наконечник катетера слева в точке соединения, нижней диафрагмальной и левой надпочечниковых вен. Образец слева обычно разведен. Я покажу, каким образом мы корректируем это разведение. Следующим этапом мы вносим данные по альдостерону. В этом случае достаточно очевидно, что проблема в правом надпочечнике. Давайте пройдем по цифрам. Чтобы скорректировать разведение, мы делим значение альдостерона правой надпочечниковой вены на кортизол и получаем 12,1. Делаем то же самое для левой надпочечниковой вены. 480 делим на 457. Получаем 1,05. И в нижней полой вене мы делим 40 на 20 и получаем 2. Затем мы делим соотношение альдостерон-кортизол, доминирующей стороны, в этом случае справа, на соотношение слева. То есть вы делите 12,1 на 1,05. И вы видите, что правый надпочечник по сравнению с левым вырабатывает в 11,5 раз больше альдостерона, чем справа, несмотря на большие узлы. Таким образом, небольшой узелок справа – причина заболевания. Компьютерная томография не является информативной для того, чтобы сделать такой вывод. Дополнительно, если мы посмотрим на эти данные, мы видим, что на недоминирующей стороне, в этом случае в левом надпочечнике, соотношение альдостерон-кортизол ниже, чем в нижней полой вене. Говоря нам о том, что левый надпочечник не играет роли в генезе гиперальдостеронизма в этом случае. Вот данные, которые мы опубликовали уже несколько лет назад по соотношению альдостерон-кортизол с доминирующей стороны не на доминирующую. Прерывистая линия посередине графика отделяет значение более чем 4 к 1. Если соотношение более 4 к 1 у пациента односторонний – источник гиперпродукции альдостерона. Эта группа отображается слева на графике. 102 пациента с альдостерон-продуцирующей аденомой. Селективный забор крови несовершенен, как и любой другой тест. Были пациенты с односторонней альдостеромой, у кого индекс латериализации был меньше чем 4 к 1, и были излечены при помощи операции. В середине – пациенты с идиопатической гиперпродукцией альдостерона. Вы можете видеть, они все имеют индекс менее 4 к 1. Закрашенные круги обозначают двух пациентов, чей индекс был близок 4 к 1, и мы их прооперировали, но не излечили. И двум пациентам было проведено оперативное лечение по особым обстоятельствам. А справа – редкая группа пациентов с ПГА, обозначаемая как первичная надпочечниковая гиперплазия или односторонняя надпочечниковая гиперплазия. У этих пациентов был достигнут диагностический порог латериализации. Они были прооперированы. Альдостерона не было выявлено, но имела место гиперплазия. И они были излечены в ходе длительного наблюдения. Пациент, о котором я сегодня рассказываю, будет находиться вот здесь, на этом графике. Он имеет одностороннюю гиперпродукцию альдостерона. На третий день пациенту было проведено оперативное лечение. Морфолог описал 6-мм аденому в правом надпочечнике. Мы удалили полностью весь надпочечник лапароскопически. На следующий день после операции альдостерон был ниже границы определения. Мы обычно исследуем альдостерон в первые сутки, так же, как вы контролируете кортизол после удаления кортикотропиномы по поводу болезни иценко-кушинга. И если он ниже порога измерения, пациент излечен. Таким образом, у пациента в первый день мы провели первичную диагностику и подтверждающий тест. На второй день определение вида гиперпродукции при помощи КТ и селективного забора. На третий день проведено оперативное лечение. На четвертый день он излечен. Я хочу продемонстрировать, как все быстро. Это не так запутанно и сложно, как думают многие врачи. Мы обычно не делаем это так быстро, как в этом случае. Этот мужчина был из Южной Америки, и ему было необходимо все пройти как можно быстрее. Конечно, можно все провести так быстро, если есть необходимость или желание. В остальных случаях весь алгоритм можно пройти за пару недель. После операции мы отменяем калийсодержащие препараты. Если пациент на спиринолактоне или эпполириноне, мы их отменяем. Также если пациент на ингибиторах АПФ, БРА, все, что может вызывать гиперкалиемию. Мы уменьшаем дозу всех антигипертензивных препаратов так, чтобы достичь высоконормального артериального давления. Эффект операции на давление можно оценить через 2-3 месяца. В послеоперационном периоде необходимо соблюдать настороженность в отношении развития гиперальдостеронизма. Именно поэтому мы контролируем калий один раз в неделю на протяжении 4 недель. Примерно у каждого 20-го пациента развивается клинически значимая гиперкалиемия более 5,2 микромоль на литр. Мы обнаружили, что она развивается у тех, у кого контрлатеральный от аденомы надпочечник находится в наибольшей супрессии по результатам селективного забора крови. Если калий более 5,2 микромоль на литр, мы временно назначаем флудрокортизон 0,1 микрограмм в сутки под контролем калия в крови один раз в неделю. И мы уменьшаем дозу флудрокортизона в два раза, как только уровень калия начинает падать менее 4,5 микромоль на литр. По прошествии 2-4 недель мы отменяем флудрокортизон. В нашем клиническом случае у нас есть данные по отдаленному наблюдению. Через 2-3 года после операции у него все было хорошо. Систолическое давление 120-140. Он сейчас принимает бета-блокатор, блокатор кальциевых каналов и гипотиазид в небольшой дозе. Его уровень калия в норме, без приема калия дополнительно. Сейчас у него хороший контроль давления. Раньше цифры артериального давления были пограничные. Он больше не принимает БРА. Доза корвидилола снижена в два раза. Он не принимает калий. Ему не надо всю жизнь принимать антагонисты минералокортикоидных рецепторов. И его качество жизни улучшилось. Наш подход к лечению ПГА обобщен на этом следующем слайде. Если у пациента альдостерон, продуцирующая аденома, или односторонняя гиперплазия, лапароскопическая адреналоктомия, это превосходный метод лечения. Пациенты обычно в больнице одну ночь. И через 7-10 дней возвращаются к работе. Если уже у пациента двусторонняя гиперпродукция альдостерона, вследствие гиперплазии надпочечников, показано лечение антагонистами минералокортикоидных рецепторов. Последние могут быть селективными, каким является эплеринон, или неселективными, каким является спиронолактон. Для дополнительного контроля давления мы можем назначить диуретик, блокатор кальциевых каналов, или ингибитор АПФ, либо БРА. Если у пациента тяжелая форма гиперальдостеронизма, и при селективном заборе выражена асимметричная гиперпродукция альдостерона, хотя мы понимаем, что это двустороннее заболевание, мы иногда принимаем решение о проведении односторонней адреналоктомии, зная, что мы не добьемся излечения. Есть категория пациентов с альдостерон, продуцирующей аденомой, которые отказываются от операции или не являются подходящими кандидатами на оперативное лечение. В этих случаях мы также используем антагонисты минералокортикоидных рецепторов. Правильная доза спиронолактона, которая является длительно действующим антагонистом минералокортикоидных рецепторов и назначается один раз в день, или эплеринона, короткодействующего антагониста, назначаемого два раза в день. Это та доза, которая позволяет добиться высоконормального уровня калия без дополнительного приема калий-содержащих препаратов. Наша цель – 4,5-5 десяток микромоль на литр. Это завершает мою презентацию, посвященная теме первичного гиперальдостеронизма. Надеюсь, информация была полезной для вас, и я готов ответить на вопросы. Спасибо большое, доктор Янг, за вашу прекрасную лекцию и представленный клинический случай. Главный посыл для меня из вашей лекции – это то, что первичный гиперальдостеронизм легко диагностировать. Просто надо это делать. Мы, врачи, должны это делать. Давайте перейдем к вопросам. Первый вопрос касается первичной диагностики. Вы сказали, что пациент должен находиться в сидячем положении. Есть ли какие-то другие обязательные условия, которые мы должны соблюдать? Мы постарались максимально упростить условия. Тем не менее, несмотря на все, что я сегодня рассказал, врачи не проводят диагностику первичного гиперальдостеронизма. Как минимум в США. Частота диагностики крайне низкая. Поэтому мы стараемся минимализировать любые препятствия для того, чтобы врачи активнее проводили диагностику. Тем не менее, если у пациента гипокалиемия, оптимально нормализовать уровень калия, перед измерением ренина и альдостерона. Это единственное требование. Кроме этого, пациент может принимать любой антигипертензивный препарат. У нас нет никаких ограничений по поводу этого в клинике Майо. Еще раз повторю, мы не хотим создавать барьеров для врачей в диагностике ПГА. В последних клинических рекомендациях говорилось о том, что перед забором крови пациент должен находиться в вертикальном положении два часа. Необходимо ли это соблюдать? Говоря у амбулаторного пациента, мы имеем в виду, что пациент дошел до клиники, сел и ему взяли кровь. Это не обязательно два часа. Мы считаем, что неправильно брать тест у пациента, находящегося в лежачем положении, только что проснувшись, например, в госпитале. Поэтому мы говорим у амбулаторного пациента. По крайней мере, они должны дойти до места взятия крови. Таким образом, для большинства пациентов уже пройдет два часа с момента вставания или больше. Важно, чтобы анализ был взят утром. Уровень альдостерона снижается в течение дня. Таким образом, у пациента с альдостерон, продуцирующей аденомой, альдостерон падает в течение дня по мере того, как АКТГ снижается в течение дня. Если взять кровь в 4 часа дня, уровень альдостерона может быть в норме, и вы пропустите этот диагноз. До какого времени вы рекомендуете проводить забор крови? До 11 часов утра? Самое позднее. По нашим рекомендациям, до 10, если это возможно. Многим пациентам исключение гиперальдостеронизма проводится во время нахождения в стационаре. Будет ли правильным рекомендовать, чтобы забор проводился через 2 часа после вставания? Да, это оправдано. Если анализ проводится в госпитале, нельзя брать кровь в лежачем положении после просыпания. Пациент должен какое-то время находиться в вертикальном положении. Относительно других надпочечниковых гормонов. Свободный метанефрин, кортизол в ходе пробы с 1 микрограмма дексаметазона. Необходимо ли их брать натощак? Или, возможно, измерение после завтрака? Мы не требуем, чтобы пациент был натощак для контроля кортизола в ходе пробы с 1 микрограмма дексаметазона. Они принимают дексаметазон в 23.00. И мы контролируем кортизол в 8 утра на следующий день. Если пациент хочет позавтракать перед этим, мы разрешаем. И для альдостерона так же? Да, это верно и в отношении гиперальдостеронизма. Не обязательно быть натощак. Это очень важно для нас. Вы говорили о том, что ни один из антигипертензивных препаратов может вызвать ложноположительный результат. Есть ли какие-то другие препараты? Например, нестероидные противовоспалительные препараты, которые могут к этому привести? Такого класса препаратов нет. Будь то антигипертензивные или нестероидные противовоспалительные препараты, они не могут вызвать ложноположительный результат. Но многие лекарства могут вызвать ложноотрицательный результат. Другими словами, поднять ренин у пациента с первичным гиперальдостеронизмом, как я говорил, это сложно сделать. Но, к примеру, у пациента на петлевых диуретиках, в частности фуросемид, или на большой дозе ингибиторов АПФ, лизанаприл 40 мг в сутки. Да, это может вызвать повышение ренина у пациента с ПГА. И в этом случае, если ренин не задавлен, нам надо отменить эти препараты, подождать две недели и повторить тест. Понятно. Как там исключить первичный гиперальдостеронизм в случае, если пациент принимает преднизолон по какой-то причине, допустим, по поводу аутоиммунной патологии? Хороший вопрос. Мы можем проводить диагностику гиперальдостеронизма у пациентов, получающих экзогенные глюкокортикоиды. Если доза превышает физиологическую, что в перерасчете на преднизолон составляет 5 мкг и более, обычно АКТГ будет задавлен, и кортизол будет задавлен. Глюкокортикоиды обладают какой-то минералокортикоидной активностью. Поэтому пациенты на глюкокортикоидах имеют некоторую задержку натрия и увеличение объема циркулирующей крови, и их ренин может быть несколько задавлен. Но в этом случае альдостерон тоже будет ниже. Таким образом, мы можем обследовать пациента с гипертонией, принимающего глюкокортикоиды. Необходимо взять анализ крови утром на альдостерон и ренин. Если ренин низкий, это может быть следствием действия глюкокортикоида. Но оцените альдостерон. Если он выше 10 нанограмм на децилитр, это положительный тест у пациента на ГКС. Спасибо большое. Во многих больницах проводится измерение прямого ренина. Мне кажется, важно отметить, что у женщин репродуктивного возраста необходимо в этом случае проводить измерения в начале менструального цикла. Это будет касаться и прямого ренина, и активности ренина, если они изменяются в течение цикла. Но ошибка может быть, если мы отдельно анализируем ренин, а не вместе с альдостероном. Поэтому я стараюсь максимально упростить первичную диагностику. Поэтому мы не требуем проведения теста в фолликулярную или лютеиновую фазу менструального цикла, потому что мы измеряем пару. Ничто не может вызвать ложноположительный результат. Не используем отношения. Измеряем активность ремнина менее одного. Прямой ренин ниже нижнего предела референса. Альдостерон более 10 нанограмм на децилитр. Это положительный тест. И на это не может повлиять фаза менструального цикла. Спасибо. Относительно подтверждающего теста, мы используем в России тест с физраствором, так как исследование альдостерона в суточной моче у нас не проводится, к сожалению. Давайте обсудим, должен ли доктор как-то готовить пациента к проведению теста. Должны ли мы отменять какие-то препараты или какие-то другие особенности? Хороший вопрос. Это относится ко всем подтверждающим тестам, неважно какой именно вы делаете. Используемый тест с физраствором в России это наиболее популярный тест во всем мире. Если ренин задавлен, какой бы препарат пациент не принимал, вы можете выполнять подтверждающий тест. Все, что я говорил относительно первичного диагностического теста, вы можете проводить подтверждающий тест у пациента на фоне приема ингибиторов АПФ или БРА, если ренин низкий. Даже у пациентов на низких дозах спиронолактона и эплеринона. Спасибо. Уточните, может ли пациент вставать перед проведением подтверждающего теста, или он должен находиться в лежачем положении после просыпания? Майкл Стоуэйзер из Австралии провел очень интересные исследования. Раньше мы проводили тест с физраствором у пациентов, находящихся в лежачем положении. Но исследование показало, что информативность теста лучше, если пациент сидит. Основная проблема, с которой я сталкиваюсь при проведении теста с физраствором, это ложно-отрицательные результаты. Стоуэйзер показал, что количество ложно-отрицательных результатов меньше, если пациент сидит во время теста. Спасибо. У части пациентов, находящихся на лечении в клинике, много сопутствующих заболеваний, в частности, онкологических заболеваний. Или пациент просто отказывается от проведения подтверждающего теста. Как вы будете лечить этих пациентов? Назначите ли вы антагониста минералокортикоидных рецепторов в тех же рекомендуемых дозах или нет? Дарья, вы задаете прекрасные и правильные вопросы. Это нередкая ситуация, когда мы провели первичный диагностический этап. Он положительный. Мы пока не доказали, что у пациента первичный гиперальдостеронизм. Но пациент по какой-то причине не может пройти дальнейшую диагностику. Что в таком случае делать? Ответ противоречивый. Но я думаю, этих пациентов надо лечить антагонистами минералокортикоидных рецепторов, спиронолактоном и эплериноном. Это очень эффективные антигипертензивные препараты, даже у пациентов без первичного гиперальдостеронизма. Мы не навредим пациенту. А если у пациента на самом деле есть гиперальдостеронизм, защитим от сердечно-сосудистой токсичности и нефротоксичности, вызванной избытком альдостерона. Спасибо. Скажите, пожалуйста, должна ли проводиться специальная подготовка перед селективным забором крови? Специальная подготовка перед селективным забором. Есть группа пациентов с ХБП, хронической болезнью почек. Так мы собираемся вводить контраст. Мы должны провести профилактику контраст индуцированной нефропатии. Обычно за 30 минут до забора мы начинаем инфузию синактена. А у пациентов с ХБП примерно за час до процедуры мы назначаем инфузию физраствора. Эндоваскулярный хирург в этом случае будет стараться максимально уменьшить количество вводимого контраста. Это одна из особенностей относительно принимаемых препаратов, антигипертензивных препаратов. Опять же, если ренин задавлен, мы проводим процедуру, несмотря на то, что пациент на ингибиторах АБФ, БРА, спиронолактоне и эпплериноне. Все эти препараты могут повлиять одним путем, повысив ренин. Тем самым стимулировать контрлатеральный по отношению к аденоме надпочечник, повлияв на результаты забора. Поэтому если ренин низкий, неважно, какой препарат пациент принимает. Мы проводим селективный забор. Пациенты зачастую на спиронолактоне или эпплериноне с целью нормализации уровня калия. Спасибо. Известны ли вам какие-то исследования, потому что в России, к сожалению, недоступен синоктен уже длительное время. Исследования по приведению селективного забора без стимуляции. Россия не единственная страна, где отсутствует козитропин. Мы используем козитропин по трём причинам. Первое. Это увеличивает секрецию кортизола из надпочечников, что облегчает нам подтверждение успешной катетеризации надпочечниковых вен. Второе. Я упоминал о том, что секреция альдостерона у пациентов с альдостеромами зависит от концентрации АКТГ. А в норме АКТГ снижается в течение дня у здоровых пациентов. Но если АКТГ вырабатывается вот так у пациента с первичным гиперальдостеронизмом, мы можем получить неравномерный выброс альдостерона в надпочечниковых венах во время забора. Давая козитропин, мы достигаем супрессии АКТГ. Уровень АКТГ одинаковый у всех наших пациентов. Третья причина. Альдостеромы очень чувствительны к АКТГ. И его введение приведет к возрастанию продукции альдостерона. Это поможет в латерализации. Однако, как я сказал, в странах таких, как Россия, нет козитропина. И в мире есть эксперты, которые считают, что давая козитропин, мы можем стимулировать контрлатеральный надпочечник, делая забор неинформативным. Другими словами, градиент не будет 4 к 1. Мы считаем, что это не происходит часто, но мы не можем этого доказать, потому что мы используем козитропин у всех наших пациентов. Но есть клиники в мире, где обеспокоены этим явлением. Там выполняют селективный забор без козитропина. В этом случае важно проводить одновременный забор крови из обеих надпочечниковых вен. Мы делаем это последовательно. Мы устанавливаем уровень АКТГ, катетеризируем правую надпочечниковую вену, затем левую. Если козитропин не используется, оптимально провести катетеризацию обеих надпочечниковых вен и сделать забор крови одновременно. В этом случае уровень эндогенного АКТГ не будет значимо влиять на результаты забора. Также важно, если вы не используете козитропин, как я говорил, градиент по кортизолу между надпочечниковой и нижней полой веной должен быть как минимум один к одному. А если вы не используете козитропин, то один к двум целым, одной десятым, к трём. Очень важное замечание. Спасибо. Скажите, пожалуйста, обладает ли лечение антагонистами минерал-кортикоидных рецепторов сопоставимой эффективностью с оперативным лечением? Я помню ваше прекрасное выступление во время конференции ЭНДО, посвященное этому вопросу. Есть ли на сегодняшний день какие-то доказательства дополнительных эффектов оперативного лечения в отношении метаболического синдрома, качества жизни, частоты развития депрессии? На протяжении последних полутора лет опубликованы результаты двух исследований, которые достоверно подтверждают, что хирургическое лечение первичного гиперальдостеронизма более эффективно, чем длительный приём антагонистов минерал-кортикоидных рецепторов. Одно исследование, проведённое в Западной Европе, оценило качество жизни. Качество жизни при первичном гиперальдостеронизме в целом низкое. И причин для этого много. В исследовании они сравнили 92 пациента с ПГА. Кому было проведено оперативное лечение? С 92 пациентами. Кому проводилось консервативное лечение? В группе хирургического лечения качество жизни через год вернулось в норму, к уровню в популяции. В группе консервативного лечения качество жизни улучшилось, но не до уровня пациентов без ПГА. Возможно, это связано с побочными эффектами антагонистов минералокортикоидных рецепторов или других антигипертензивных препаратов. Точно мы не знаем. Это может быть связано с прямым действием альдостерона. Таким образом, качество жизни лучше при проведении оперативного лечения. Другое исследование, проведённое в Бостоне, в котором также сравнивали оперативное и медикаментозное лечение, было выявлено, что в группе консервативного лечения был более высокий сердечно-сосудистый риск, риск фибрилляции предсердий. Помышленная нефротоксичность и большая часть этих рисков была выявлена в группе пациентов с задавленным уровнем ренина, несмотря на приём спиринолактона или эплеринона, что позволяет предположить, что они были на субтерапевтических дозах этих препаратов. И по моему опыту, большинство врачей используют субоптимальные дозы спиринолактона и эплеринона. Я упоминал в своей презентации, что в клинике Майо в качестве цели мы используем уровень калия 4,5 микромоль на литр. Добившись такой цели, мы считаем, что заблокировали минерал-кортикоидные рецепторы. В бостонском исследовании в группе пациентов, получивших хирургическое лечение, сердечно-сосудистый риск и нефротоксичность были значительно ниже по сравнению с группой контроля с эссенциальной артериальной гипертензией. Таким образом, у нас есть доказательства большей эффективности хирургического лечения по сравнению с длительным медикаментозным. Благодарю вас. У нас есть последний вопрос. Какую самую большую дозу антагонистов минерал-кортикоидных рецепторов вы использовали? Эплеринона и спиринолактона, соответственно. И как часто необходимо проводить контроль калия на значение этой терапии? Хороший вопрос. Самая большая доза спиринолактона, которую я использовал, это 1000 мг в сутки. Это была уникальная ситуация у пациента с альдостерон-продуцирующим адренокортикальным раком. Правильная доза антагониста минерал-кортикоидных рецепторов это та, которая позволяет достичь уровня калия более 4 мкм на литр. Я считаю, что нет максимальной дозы. В исследованиях третьей фазы, которые мы проводили с эплериноном, в исследованиях, которые мы опубликовали по первичному гиперальдостеронизму, где мы сравнивали эплеринон и спиринолактон, мы доходили до дозы 400 мкг в сутки эплеринона. Я не лечил никого с адренокортикальным раком эплеринона. Поэтому я не назначал дозы больше 400 мг. В США ФДА рекламентирует максимальную дозу для эплеринона 100 мг в сутки. И это проблема. Потому что эплеринон в два раза менее эффективный по сравнению со спиринолактоном. То есть 100 мг эплеринона соответствует 50 мг спиринолактона, что недостаточно. Я стараюсь убедить врачей, что причина, по которой ФДА установила порог в 100 мг, это гиперкалиемия у пациентов с артериальной гипертензией, диабетом и ХБП. Не по причине токсичности. Поэтому мы в ежедневной практике назначаем до 400 мг эплеринона, если потребуется. Напомню, что прием два раза в день, а спиринолактона один раз в день. И правильная доза – это та, которая позволит достичь целевого уровня калия более 4,5 микромоль на литр. Вы спросили, как часто контролировать калий. Мы проверяем один раз в неделю, пока корректируем дозу. Когда достигаем уровень калия 4,2-4,3, то проверяем один раз в месяц на протяжении двух месяцев, далее еще реже. Спасибо большое. Подводя итог, мне хотелось сказать о том, что первичный гиперальдостеронизм это далеко не всегда очень высокие цифры артериального давления или резистентная артериальная гипертензия. Поэтому мы должны исключать это состояние у всех пациентов с гипертензией. Также мне хотелось бы повторить то, что в большинстве случаев нет необходимости отменять какие-либо препараты. Просто назначьте анализ на альдостерон и ренин. Третий важный момент. Используйте абсолютные величины. Альдостерон, рениновое соотношение в ряде ситуаций может ввести в заблуждение. И последнее. Диагностируя гиперальдостеронизм, мы можем защитить наших пациентов, потому что это состояние можно эффективно лечить или даже полностью излечить. И мне, безусловно, хотелось бы еще раз поблагодарить доктора Янга за согласие поделиться своими знаниями с нами в такое непростое время. И мы надеемся, что эпидемия скоро закончится, и нам представится возможность послушать ваши лекции не только удаленно. Дарья, я очень на это надеюсь. Я получил удовольствие от встречи и тем, что поделился этой информацией по гиперальдостеронизму. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова